Две недели на базе Неклиновского поисково-спасательного отряда проходили учения по программе «Первоначальная подготовка спасателей России». 27 новобранцев из всех спасательных служб области проходили обучение, чтобы после аттестации получить гордое звание «Спасатель». Аттестация проводилась на базе областной поисково-спасательной службы в Новошахтинске и проходила в три этапа – физическая подготовка, теоретическая и умение владеть спасательным оборудованием и инструментом. Требования, предъявляемые к будущим спасателям, определены федеральным законодательством. Существует 151-й закон об аварийно-спасательных службах и статусах спасателя, который устанавливает порядок присвоения первичной квалификации спасателей и в соответствии с требованиями этого закона проводится аттестация спасателей. Программа обучения включала в себя медицинскую, противопожарную, тактико-специальную, физическую, психологическую и горную подготовки, а также подготовку по радиационной, химической и биологической защите. Задача нашей аттестационной комиссии – это дело подтвердить или опровергнуть. То есть аттестационная комиссия – это своего рода государственный экзамен. Опыт показывает, что 95% ребят, которые проходили обучение, демонстрируют положительные результаты в знаниях и навыках. И если новичкам предстояло только получить звание спасателя, то другие члены поисково-спасательных отрядов могли повысить свою квалификацию. Тем более, что хорошо подготовленные спасатели нужны как никогда. Количество поисково-спасательных отрядов в Ростовской области увеличивается. Есть такая необходимость. Департамент по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области проводит постоянный мониторинг чрезвычайных ситуаций, чрезвычайных происшествий, происходящих на территории Ростовской области. Мы внимательно за этим наблюдаем. Этап физической подготовки проходил на стадионе «Западный». Здесь участникам обучения предстояло сдать норматив по подтягиванию и бег на дистанции 100 метров и километр. Марс! Практика показывает, что не каждый, даже физически подготовленный мужчина может стать настоящим спасателем. На первоначальной подготовке они проходят психологию и медицину в разрезе чего? Они присутствуют на вскрытиях в моргах, в анатомических комнатах. Им нужно изучать анатомию на практике. Они должны столкнуться именно в первом периоде, столкнуться с теми моментами, что им придется работать с ампутационными конечностями, с видом крови, с видом погибших пострадавших, с видом паникующих пострадавших. И все это входило в первоначальную подготовку. Они это прошли, и на данной группе первоначальной подготовки отсева не было. Ни один человек не показал себя неудовлетворительно, то есть все справились. Поэтому, если сегодня они покажут хорошие результаты, то, как говорится, дай Бог. Только рады будем, что семья спасателей Ростовской области увеличится на определенное количество спасателей.